Аквинта В принципе, система тестирования не вчера родилась. Еще в 1990 году при СССР была создана лаборатория централизованного тестирования, которая определяла уровень фундаментальных знаний школьников, причем платно. А вузам было рекомендовано засчитать результаты тестов вместо вступительных экзаменов. Со временем число таких вузов заметно увеличилось, и систему тестирования в начале 2000-х стали внедрять по всей стране. Цели при этом преследовались самые благородные. Обеспечение доступности высшего образования для всех, исключение вузовской коррупции, борьба с платным репетиторством и натаскиванием на результат вместо получения фундаментальных знаний. Ну и многое другое. Что получили на выходе? Спросите любого родителя, чей ребенок заканчивает школу. Сколько стоит подготовка к ЕГЭ? Как там с репетиторством и натаскиванием? Ответ получите вполне ожидаемый. Помню, в середине 2000-х ходили просто анекдоты о выпускниках с Кавказа, набиравших чуть не 100 баллов по русскому, но при этом не умевших правильно написать свою фамилию. Как не вспомнить легендарную черномыльдинскую фразу про то, что хотели как лучше. ЕГЭ не ругает, только ленивые. Но немногие понимают, что дело не в ЕГЭ, а в самой системе образования, переживающей кризис. Конечно, многое в последнее время в ЕГЭ поменялось. И тестирование действительно стало более объективным. Исчезают тесты-угадайки в части А, вернули сочинение и много еще чего хорошего сделано. Но и проблем еще остается немерено. Еще один немаловажный факт. Все чаще в профессиональном педагогическом сообществе обсуждают вопрос возвращения выпускных экзаменов по большинству предметов. Если это произойдет, то, по сути, это означает реанимацию старой традиционной схемы экзаменов, которая, оказывается, была не так и плоха. Впрочем, мы не такие кульбиты видели. Так что давайте учиться на совесть и от винта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА